Хей! Как дела, друзья? С вами снова моя Морская Свинья, и мы продолжаем играть в замечательную игру, по-настоящему Кейти Рейн. Ремастер. Мне кажется, я смогу, наверное, за все эти новогодние каникулы ее пройти. Мы с вами, как говорится, вспомним это. И будет все замечательно. И, как говорится, потом мы начнем новые игры. Я не знаю, куда мне звонить вообще, на самом деле. Может, сюда позвоним, на всякий случай. Мне нравится, что игра, в принципе, маленькая. То есть, как бы, она... Не, это нам не надо. О, что это? Привет, как мне здесь? Пользуйтесь моим компьютером, пока меня нет. Мой пароль ангелочек без кавычек. Если позвонишь моему другу Дэйву по номеру, он стоит у тебя кое-какие программки. А вернусь через несколько часов, обалдеющий от нашего расследования, Эл. Поскрипит, ну, пожалуйста, не приклеим в клавиатуре жвачку, вспомнить, что было в последний раз. Ну, ладно, как будто она пользуется клавишей пробила. Дерьмо, кажется, она забыла написать имя пользователя. Впрочем, глядя его сложно будет угадать. Думаю, это какое-то считание имени и фамилии. На русском, надеюсь? Или на английском надо? Дисковод. Флоппи-диски. Не знаю, может быть, Эйлин. Как написать? Эйлин, ангелочек. Хорошо, не Эйлин. Может быть, Титаник? Эйлин, Титаник. Так, а зачем? Я что-то запуталась уже, я... Это я играю на следующий день, точнее, как, через неделю буквально. Я не помню, что делать надо. Да? Привет, я Кэти. Эйлин посоветовала позвонить тебе насчет каких-то программ. Какая еще Элли? Эйлин, он из же волосы, очки болтает со скоростью пулемета. А, точно. Думала, зовут Эрл. Мне еще показалось, что это странное имя для девушки. У тебя, видимо, проблемы со слухом. А у тебя с мозгами. Ха-ха, уделал я тебя. Вау, просто вау. Итак, как насчет софта? А, да, нет, не могу. Совсем нет. Я знала, что она полное трепло. Нет, то есть, конечно, я раньше устанавливала пиратский софт, а теперь нет. Случился один косяк, результатив которого меня лишили доступа к сети. Мы с Клайдом он айтишник из нашего кампуса, реально разошлись во взглядах. Мы играли с ним в бочи. И скажу просто, он типичный психонный лузер. Это просто позер. Ты не можешь взломать сеть? Чтобы включиться, брат, разве ты не за этим занимаешься? Он заблокировал локальную сеть моей комнате, так что я даже физически не могу подключиться. Ты никогда не выходишь из комнаты? Посмотримся одним из компьютеров в библиотеке или еще где-нибудь. Разве они не подсоединены к сети? Нет, там везде камеры. Клайд только того и ждет, что я спалюсь. А он тогда добьется моего исключения. Ты не можешь просто повериться с тем чуваком? Нет, он такой болван, но считает, что «Звездный путь» — следующее поколение лучше оригинального сериала. Он думает, что этот лучше, чем тот? Я-то в курсе, верно? Разве можно верить такому чуваку? Ты называешь себя хакером? Пошли ли мозгами, я хреста ради. Придумай что-нибудь. Вау, ты такая дерзкая, наверное, седрюк. Хорошо, ладно. Только администратор имеет доступ к управлению портами. Единственное способом взломать что-то на записи администратора, а каким-нибудь образом выйдет на дисклауде, залогиниться на устройство, с которым у нас не ограниченится физический доступ. Вообще тупо звучит. Ну не убить его в ламо так слегка, а потом позвонить Клайду. Клайд придет чинить его. Если тебе повезет, он сделает сеять, используя свой учет на записи администратора. Потом ты сможешь воспользоваться моими утилитами, чтобы найти и взвлечь пароль прямо на месте. Что ж, попробовать стоит. Давай приходи, установи все, что нужно. Не касси, ты мне синдром раздраженного кишечника, так что не получится. Синдром раздраженного кишечника? Что еще за хрень? Поверь мне, лучше тебе этого не знать. Один мой приятель задавил, и все от тебя все, что нужно. Это не Бином Ньютона, сделай что-то, что я сказала. Получишь интересный софт, услуга за услугу, Клариса. Как скажешь, чудило, посмотрим. Хакер Дэйв, хакер Клайд. Притом, сейчас я вообще не помню, что делать. Так. В конверте лежит дискет-записка, приклеивай на обратной стороне. Вышла встроен. Ага. Теперь самая главная часть. Тебе нужно каким-то образом вынудить его за логиней с помощью этой записи. Айти-отдел, Клайд. Так, я поняла. Но мне надо сначала пароль, наверное, или нет? Или что, я просто сразу устанавливаю? Просто как-то... А, может быть... Вот так? Может, по-английски надо? Я не понимаю уже. На каком языке это писать? Ну, вроде они перевели загадки. Мне нужно мое старое прохождение теперь смотреть, как я это делаю. А, подождите. Я ее вытащила, что ли? Так, это, видимо, мы будем перезагружать. Теперь звоним Клайду. Теперь мы можем перезагружать. Теперь мы можем перезагружать к помощи эксперта. Алло, алло? Один информационный технологий говорит Клайд. Чем могу помочь? Ссора с Дэмом ими пользователя. Давайте это слушать. Я слышала, вы с Дэмом поругались. Это не твое дело. Понятно. Привет, мне нужно, чтобы ты печал компьютер в моей соседковой комнате. А в чем проблема? Он не запускается, на кран выводится сообщение о системе ошибки и какой-то код. Видимо, с боя жесткого диска. В какой-то комнате? Секция А, комната 5. Я буду там через несколько минут. Спасибо. Привет, Клайд из отдела информационной технологии. Привет, заходи. Ну, надо же, как-то случилось. Позьмите меня, все было так, когда я отключила его сегодня утром. Давай посмотрим. И я Олег Гоп. Теперь он как новенький. Прекрасно. Не хочешь, после того, как злогениц убедиться, что все работает? Лучше-то я подожду. И что мне делать теперь? Так. Может, надо на английский все-таки перейти? О, все правильно. Ой, ты только посмотри, что я наделала. Насколько можно? Давай зайду через свою учетную запись. Как вообще ваши проходит, не знаю, на угодни каникулы? У меня пока очень лениво. Ладно, все равно в порядке. Я разблокировала твою учетную запись. Пожалуйста, постарайся ничего больше не ломать. Постараюсь. Первая фаза завершена. Что делать дальше? Я запуталась уже. Все, мозг отсказался. Так. Так. Так, вот так. Учим себя, блин, становиться хакерами. Позвольте админ, пароль, гаджет. И что, я правда могу по-русски писать? Я сейчас проверю. Админ. О, да. А что дальше-то? Сканер. Дисковод пуст. Корпус Б? Б? Корпус Б, комната 8. А, она должна получиться. Так. Звоним, наверное. Сейчас начинается момент, когда я ничего не помню, что происходит там. Да. Ну, знаешь что, у тебя получилось? Подожди-ка. О, чекса, да я бы тебя расцеловал. То есть, конечно, это все больше фигура речи. Теперь-то я там щупаю. Но, кстати, какие у него администрации, какие учетные данные? Не скажу, приятель, приберегу это на черный день. Хм, да не с кем-то, который дал для тех, кто его останет в самой комнате. Конечно, я тогда просто нажму на ту симпатичную кодку с замочком. Да это же просто выцелает шантаж. Что за услугу, Дэйв? Ладно, я закину ее к тебе в комнату, черт возьми. Да ты просто клайд в юбке, клайд это. Ха-ха, это худшее оскорбление, которое я слышала. Пока, Дэйв. Тривер сержит дискет, дискета, телиты. Не, мне все равно, получается, надо будет. Вот мне... Так, я сейчас тут посмотрю, как по-русски это написать. М. Саммерс, нет. М. Саммерс? Или Э. Саммерс просто. О-о-о! Ура! Э. Саммерс. Готово. Тихо-тихо. Вставляем. Все, мы гении просто. Так, у меня ничего нету. И что дальше? Так, это мы сделали, а дальше то что? Ммм, может быть... Помните, была у нас такая штука? Вот, передержанная фотография. Так, не телефон, но скавнер. Так, я не поняла, она ее забрала, что ли? Так, тогда... Б тысячи, б тысячи, б тысячи. Яркое изображение. Блин, прикольно. Так, ну, мне кажется... Так. Продолжение следует... О, черт, что это? Шировые молнии? Точно, я вспомнила. Я пока напечатаю все изображение, возможно, на нем можно найти что-то еще. Колосок этот красный, да, да, да. Блин, круто. Необычный цветок, я никогда ничего подобного не видел. Наверное, стоит распечатать. Шировые молнии? Может быть, три шировые молнии. Аномалия образует повернутый разностранный треугольник. В любом случае, такая форма должна иметь важное значение. Окей, уверена, это фотография на видео все возможное. А как выйти? Все. Блин, классно. Классно просто. Пожалуй, я могу остаться среди на версии снимка, ведь у меня теперь есть основное изображение. Странно. Когда на него смотрю, светящие шары напоминают не что-то из вчерашнего дня. Конвелл Вудс. О, сто процентов. Вау, логотип на церковной брошюре очень похож на эти светящиеся шары. Придется все-таки сходить тогда. О, привет, Милдред. Тебе привет, Агата. Что? Как ты? Ладно, неважно. Я еще знаю твой здоровье социального страхования. О, боже, скоро ты начнешь брать мои одежды и ходить, не выдавая себя за меня. Кто сказал, что я еще этого не делала? Ой, господи. Окей, признаюсь, что это довольно смешно. Так, ладно, как все пришло с Дэйвом? Просто здорово, мне пришлось испортить твой компьютер. Тебе пришлось делать что? Ой, не напрягайся, Элла, это сущие пастяки. Мне нужен был какой-то повод заточить сюда айтишника, чтобы украсть его пароль. Клайден, он только хороший. Зачем тебе понравилось украсть его пароль? Длинная история. Вау, они завораживают. Похожи на блаждающие огоньки. Ну, ты знаешь, духи леса. Глупости, как Елли. Наверняка есть какое-то более рациональное объяснение. Эй, нет ничего глупого в лесных духах. Тебе бы не помешало поговорить с Меду. Моей подругой, ворожей. Она мне буквально глаза открыла на такие вещи. Разве христианский наук не привязывает тебя, считает таких людей, как они, язычниками? Ору. Ой, допроси, ну просто я проходила в такую фазу развития. Я прошла через все известные науки фазы, уж поверь мне. Среди них точно ничего такого не было. Так я все же могу чем-то помочь? Конечно, на моей половине комната бардак, как всегда. А, я имею в виду расследование, глупышка. Думаю, ты могла бы узнать побольше об этих сейчасшихся шарах. Может быть, выяснить, где была сделана эта фотография. Я точно знаю, с чего начать. Ой, еще не снять с полицейским компьютером. Он мне сейчас не нужен. Ладно, думаю, надо способом мотивировать Эрику Уэйд поговорить со мной. Окей-докей. Может, поговорим с ней? Как ты думаешь, что произошло с моим девушком в 81-м году? Понятия не имею. Может быть, он нашел то, что искал? Или наоборот, его нашли? Ты сейчас цитируешь под заголовок одного из нескосортных романов ужасов? Возможно. Интересно, что же такого особенно было у Лили Майерс? Ну, кроме того, что она была талантливой художественной, то лучше в озере. Ну, Господи, какая-то тайна связана с ее творчеством. Будем надеяться, что у Чарльза Уэйда есть ответы. Что ты думаешь, человек по прозвищу Петушок? Ну, это прозвища стреляет мне думать о... Ты знаешь, в некоторых частях тела у мальчиков. И ты называешь себя христианкой. Есть идеи, как мне связаться с Чарльзом Уэйдом? Наверное, вы дочь наша единственная возможность должен быть способом заставить тебя перейти в нашу сторону. Да, нужно убедить или как-то обмануть. Что ты думаешь, что же Селили Майерс? Сегодня утром искала информацию о ней, но не нашла никаких упоминаний о том, что она была признана художницей. Ага, я сомневаюсь, что у нее были какие-то шансы преуспеть. Уэйд скупил себе квартиру, вскоре после того, как она утонула. Мне удалось увидеть только одну картину, неплохая, но ничего такого, чтобы дух захватывало. Может быть, ее творчество сложнее, чем кажется на первый взгляд? Уэйд что-то в нем разглядел, а мы выпускаем. Да, возможно. Какие мысли есть о церкви Святой Троицы? Мне они кажутся хорошими ребятами, настоящими христианами. Подходящая ли для меня компания? Вот именно, они какие-то слишком нормальные. И этот логотип? Это может быть просто совпадением, как эти Святые Троицы часто изображают в виде треугольника. Я не верю совпадению Эллы. Я верю в действие и противодействие. Вот это да, ты заговорил прямо как капитан космического корабля. Капитан Рейн на ворвенном корабле США Дигнити спешит спасать галактику. Убей меня прямо сейчас, пожалуйста. Так, больше у меня ничего нету. Вон, шокер у меня. Смотри, что я раздобыла на прошлой неделе, Элл. Вау, а это вообще, ну, законно? Я понятия не имею. Иногда я очень за тебя переживаю, Кэти. Больше можешь не переживать, мне теперь под защитой в сто тысяч вольт. О, бро. Уж поверьте, я пыталась. Эллина просто воплощает нечистоты, не табакани, фастфудов, не алкоголя. Вообще, надвергает все действительно прикольное. Разделокатив, мне можно 360 шаров в лесу? Вау, да, ты права, тебе нужно сходить в церковь. Ни плохого плана, займусь тебе завтра. Я нашла это с аэрофото деда в доме бабушки. Хороший снимок, у него очень счастливый вид. Да, интересно, что заставило его уйти из авиации? Он бывал на войне, знаешь ли, такие вещи накладывают запечатки на жизнь людей. Наверное. Я нашла это у моей бабушки с дедушкой. О, подожди, ты украл деньги у своей бабушки? Господи, нет, навеявается вспоминание. Мы с дедушкой играли в игру с пеней, которая была ребенком. О, значит, вы сохранили монету, что вы вспомните времена? Это восхитительно. О, заткнись. Записку ее уже, да? Дэйв, мне здорово, по-моему, это программное смещение просто улет. Да, он настоящий гений. То же самое. Что ты думаешь в этом цветке? Красивый цветок? С какого он семейства? Без понятия, именно это я хочу выяснить. Где тут у меня есть книжка о батальнике? Мне бы средней. Конечно, было бы здорово. Спасибо, всегда, пожалуйста. Подожди, я смотреть должна, или ты будешь смотреть? Ну, я не понимаю, куда мне теперь идти? Может, уйти вообще отсюда? Давайте попробуем, может быть. А-ха. А-ха. Запись ВАВ. Запись ВАВ. Эм. Окей, Эрика Уэйт. Посмотрим, получится туда смотивировать тебя, чтобы выслушать меня. Гудка, дозвонились, дом оставьте после района сообщения. Анализ завершен. А что делать-то? А что делать-то? Позвони. Позвони. Кэти Позвони Кэти, здравствуй Мне кажется, надо Здравствуй, Эрика Это я Чарльз, да, наверное Это я Твой Папа Это я Твой папа Позвони Кэти Рейн Здравствуй, Эрика Это я Твой папа Позвони Кэти, Рейн И дай ей И дай ей Что она хочет Наверное Что Она Хочет Так в смысле А кто сейчас Разговаривает Разве не она Да, Стерик Когда я твой папа За ней Катерин Дай ей Что она хочет А это Можно слово То Ладно, может быть В другом Опа, пошла Жара Это не ошибка Стерик Когда я твой папа За ней Катерин Дай ей Что она хочет Ой Господи, у меня еще что-то Упало в это время В комнате Я вижу тебя, Кэти Вижу Охает Я думала Другое слово Написано Через Оху Которое Какого черта Успокойся, Кэти Думай, просто думай Похоже на какая-то Дородская шутка Которая Оставила программа Да Да Он совсем чокнутый Я вижу тебя Кэти, я Кэти, я Кэти, я вижу Вернемся Звони Когда-нибудь Людей Меня манами Глядят Миши Позвони Полицию Попытаешься Света Стошнит Я Ты Чуть Просто в дверях Единственное Кому мне повели Звони Петушок Скорее Придошло Прослышать Можешь Сколько Ты Я Это Я Может быть Надо Так Так В смысле Здравствуй Эрика Это я Твой Папа Так Мне кажется Это проблема Наверное С переводом Это я Папа А, все. Это твой папа. Позвони Катерине, дай ей что она хочет пока. Да нет, все нормально. Нормально. Отлично. Подделанное сообщение теперь должно быть в конце кинальной записи. Что, звоним? Не знаю, это какой-то день у нее второй хакерский. Вдох. Не знаю. Вдох. 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 Здравствуйте, Эрика. Это Катера Эйн. Ой. Я сообщала с вашим отцом, он присылал мне связаться с вами и сказал, что заранее позвонит вам. Мой номер. До свидания. Ваша очередь, Эрика. Эрика Рэд. Эрика Рюнка Рюд. Вот это действительно нестандартное мышление. Да, это настолько глупо, что может и получиться. Ладно, пора передохнуть перед уходом, надо что-нибудь съесть. Кидоки. Я останусь здесь и продолжу поиски. Хорошо, скоро увидимся. Привет. 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 Оп-оп-оп. Ну что, есть успехи с поисками? Да, я смогла оставить вид этого цветка. Он называется Роза Фалькис или Розе... Розея Фальсис. Я узнала, что рядом с Конвелл Сприндс в 89-ом году открыли природный заповедник. Роза Фалькис входит в число растений под угрозой исчезновения. Я сделала автокопию страницы с книгой и по батальнике, если она тебе понадобится. Это уже что-то, надо пойти и проверить. Это, возможно, получится суть варианта поиска места, где сделали снимок. В точность моей мысли. Вот, пожалуйста, заповедник опечен на карте. Черт, время не теряла. Ну, знаешь, это лучше, чем работать по дому. Хех, бог с ним. И да, отличная работа, Эйвен. Рада помочь, так что... Отвечу, оки-доки. А, надо взять. Это Эрика Уэйт, я заменю Катерейн. Говорите. Мисс Рейн, мне у нас неловко. Теперь понимаю, как грубо себя вела. Я хотела попросить прощения, как-то вам помочь. Ладно, давайте не будем. Извини, не принимается. Для начала ответить на риска вопросов. Хорошо, согласна. Вы знаете что-нибудь о том, что предложил своим дедушкам тогда ночью в 81-ом? Нет, немного. Знаю только, что это окончательно набило моего отца. Таким образом, они когда-то были большими друзьями, а на тот момент, когда Джозеф получил травму, они уже давно не общались. Отец все время надеялся, что в один прекрасный день они смогут снова восстановить старые связи. Он все откладывал, откладывал, потому что думал, что время еще есть. Но, в конце концов, этого так и не произошло. А как все было, когда они еще остались хорошими друзьями? Они были не разлива, да. Постоянно делились своими военными историями и смеялись. Джозеф даже в каком-то смысле стал для меня как дядя, которого у меня никогда не было. Он проводил с нами много времени, когда отец уезжал в командировки. Позже я и вас несколько раз видела, когда вы были еще ребенком. Я ничего об этом не помню. Неудивительно, вы тогда были с ней маленькой. Эрика, я должна спросить, почему во время моего предыдущего звонка был такой настороженной? Ох, я не знаю, Кэти. Наши семьи давно уже не общались. Не помню точно, когда это случилось, но наши пути разошлись. Я думаю, что причиной была все возрастающие богатства отца. Для дружбы нужны равные условия. Мы начали жить в разных мирах. После того, что произошло с вашим дедушкой, эти отношения к чайу совершенно нет. Отец не мог видеть его таким ни живым, ни мертвым. Что вам известно, Лили Майерс? Она была юная художница, которая жила где-то в Кунгл-Спринц. Я насколько помню, она покончила с собой. Ужасная история. Но больше я ничего не знаю. Мы были не знакомы с этой семьей. Вам знакомо прозвищу Петушок? Это может быть позвольным сигналом военно-воздушных сил? Не могу сказать. У отца было много друзей в ВВС. Никогда по таким именям я не помню. Что можете сказать с мистерю Уэйди? Мой отец выдающийся человек. У него много идей, которые он еще хотел бы реализовать, поэтому особенно больно видеть его таким, как сейчас. А что с ним? Болезнь и все остальное, конечно. Ясно, да. Тяжело вам, наверное. Да, действительно. Хотелось бы, чтобы он не был таким упрямым. В том, что касается лечения. Он мог бы выбрать любую самую передовую клинику страны, но наставит на лечение в этой захолустой больнице в Кунгл-Спрингс. Бесплатная клиника в центре города? Да, он как будто сдался и просто ждет неизбежного. Что известно о том, что Селиль Майерс? О, у этой девочки было извращено в сознание, скажу я вам. В моем отце в коллекции было несколько картин, ужасные вещи. Я не могла понять, зачем он вообще их купил. Вы говорите, было? Он избавился от картин? Да, или поместил куда-то на хранение. Я их много лет уже не видела. Я не стала спрашивать у него, когда они не делись, потому что, если честно говоря, были рады от них избавиться. Что вы знаете о церкви с той троицей? Это единственная церковь, в Кунгл-Спрингс. Не замечаю чего-нибудь необычного? Нет, по-моему, самым кто-нибудь на церковь. А все? Хорошо, что мне было нужно. Замечательно, если я и звоните, если нет еще вопросов. Отлично, у меня это Кунгл-Спрингс, он проходит лечение в клинике. Это была Эрика Уэйт. Ее отец находится на лечении в клинике Кунгл-Спрингс. На лечении он больно? Похоже на то просто чудо, что ему удалось утаить это от пресса. Да, аж, полагаю, ты едешь туда поговорить с ним? Завтра займемся с ним. Сейчас уже очень поздно. Поиграем в Эрудит. О, ты умница, я тебя раздавлю. О, у них такая милая посиделка. Что-то сегодня с тобой не так? Все в порядке? О, замолчи. Прошло нынче почти не спала. О, поздно ложишься спать. Думаешь о девушке и о всем остальном? Не только это, мне все время снится этот дурной сон. Ну, не совсем сон, что-то, что произошло наяву. Да? Что же это? Не уверена, что должна тебе рассказывать. Ты можешь мне верить, что бы это ни было. Обещаю, что я рассуждать не буду. Что ж с ума напросилась. Так, мне было 16. Я была беременна. О нет, я ее уничтожила. У тебя не в Ризмейл? О нет. Продолжай, пожалуйста. Ну, учитывая, что на самом деле у меня нет пятилетнего ребенка, вероятно, сложить два плюс два несложно. Ха-ха-ха. Ты сделала аборт. Конечно, сделала. Тоже мне залез в задницу. Но и нельзя же было мне сохранить эту беременность. Я рада, что ты поделилась со мной. Но как бы не хотелось, чтобы ты этого не делала, Кэти? Кто был, эм, знаешь этот? Донор? Ты бы его не узнала. Парень, который меня обрехватил, делал-ка мать, ждет свою участь. На самом деле, не знаю его имени. Хотя по ширине, наверное, можно было бы его запросто вызвать. Ой, фу. Извините. Хотя, да, надо понимать. Эта ситуация была не очень хорошая с точки зрения отцовства. Я уважаю твои решения, но ты в курсе, как я к этому отношусь? Вот парень наверху, он за жизнью, и я с ним. Я это понимаю. Должна сказать, что ты слишком спокойно этому отнеслась. Я ждала, что схваешь свой крест, перевернешь в стол и бежишь и в что-то в таком духе. Знаешь, неходящий стереотип. Говорят, рожеволосый ботаник в очках. Ха-ха. А вот реально, да? Вот как будто они взяли немного образ вот этой Элины и немножко розы добавили, да? Ну, Кэзи, всем постоянно сниться. Это кошмар. Может быть, стоит с кем-нибудь о нем поговорить? Может быть, но я сомневаюсь, что зацикленность на этом тоже очень полезна. Твой хуэтл. О, хорошо. Реально, да? Роза же Блэквилл просто. Они тут и повторили розочку. Ой, игра в абрикос, апельсин. Ура, бинго, 67 очков. Ну, разве это не офигенно? По крайней мере, это не кислый виноград. В туше. Не знаю, вот сейчас эта ночь с Накетей. Мне уже больше нравится эта игра, чем в то время. Я не знаю, как так работает. О, Человек в красном. Помню. Боже, это же как Кукушкин выглядит. Блин, это неловко, потому что реально похожий сморщины приближаются. Не пора. Реально, Кукушкин в своем доме, видимо, сидит. Если кто не знает Кукушкина, но это актер такой. Он выглядит очень иногда странно и страшно, если честно. Да, огонь, который горит очень ярко. Это почти нетерпимо видеть. Да, неужели, похоже, яблок из яблоки недалеко падает. Может, тогда мы с ними скажем друзей из плоти? Скоро? Хотя, может быть, скоро начнется трэш-момент вот этой, трэш-части, которые мне не понравились. И я тогда скажу, не, игра все-таки говно, как я тогда говорила. Очень хорошо я послежу за порогом. Посмотрим, ребята. У меня есть как бы смешанные чувства на ее счет, пока что. День третий. Ну, третий день мы начнем уже следующим днем, как говорится. Ну-ка, я тебе проснемся сегодня. Доброе утро, солнышко. Прошу тебя, скажи мне, что все мои чашни прожили, чтобы родители не приснились. Три раза подряд. Не капай мне его на мозги, просто пойду и повешусь. Да перестань, надо быть проигрывать. Какие планы сегодня? Мистер Уэйт, мой план. В первую очередь, отправлюсь прямо в клинику. А заодно заглянул в церковь и природный заповедник. Окей-докей, чем могу помочь? Додолжая следовательствующие шары, я чувствую, что они ключ к разгадке всего этого. А еще можешь посмотреть, что не происходило, или запустить историю Кунг-Лос-Плинг с чего-нибудь странного. Сейчас же приступаю. Отлично, спасибо, Элл. Кстати, не забудь посмотреть ту страницу орудий Фалькис, которую я тебе дала. Да, это очень интересный цветок. Да, точно. Где этот? Вот интересный отрывок. Еще одна интересная сумма с Розой Фалькисом. Это замок чернотепляющий аромат перца. Также известно, что пыльца этого растения вызывают яркие галлюцинации. По этой причине индейские плена собирались цветы и курили их, но в качестве современного легкого наркотика то растение не получило широкое распространение, потому что ее сложно выращивать. Чем-то напоминает мне мою любимую игру. Подождите. А... Это я могу... А, нет. А, это просто карта. Ой, простите. Не хотела. Мне кажется, это на обскур немного похож. Я люблю ее называть обкур, потому что там же тоже про цветочки. Если какой-то спойлер, разве видите, игре уже там тысячу лет, мне кажется. Она у меня на канале, кстати, есть. Первая серия, потому что я боялась с ней играть раньше. Ой, ребята, какая-то ностальгия у меня вот играет сейчас. Мне кажется, это, конечно, тоже из-за Кэти Рейн, потому что все-таки игра не новенькая. Так, все. Все, ребята. Увидимся в следующей серии. Мы пройдем за эти новогодние каникулы всю Кэти, Кэтичку Рейн. Может быть, на Рождество выйдет что-то особенное. Я не знаю. Посмотрим. У меня, видите, какой план. Огромные планы. Просто бесконечные. Большие. Надеюсь, у вас все хорошо. Вы отдыхаете. Потому что я тоже. Потому что я уже. С вами была Марская Свинья. Всем удачи, хорошего настроения. Не забывайте подписываться на канал. Я надеюсь, что в этом году у меня будет пять тысяч подписчиков. Потому что я уже не понимаю, когда я уже их получу. Я очень хочу дойти до этой цифры. Для меня это уже хотя бы хоть прям цифра такая большая. Исполните мою мечту. Всем удачи, хорошего настроения и выходных. И пока. Пока. Пока.